В Киеве возобновились массовые митинги. Пикетчики у Дома правительства требуют отставки Кабинета министров. Зафиксированы новые стычки с правоохранителями. Накануне более ста тысяч человек приняли участие в демонстрации, главным требованием которой было подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в конце ноября. Как отмечают наблюдатели, это была крупнейшая акция протеста со времен Оранжевой революции 2004 года. О ситуации в Украине мой коллега Владимир Нанец. Евромайдан продолжается. Киевская милиция вновь применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить от здания правительства Украины, собравшихся на бессрочную акцию протеста сторонников евроинтеграции. Сотни митингующих организованной колонны пришли к госканцелярии с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова. К ним присоединился лидер партии «Удар» известный боксер Виталий Кличко. «Мы будем продолжать акции до тех пор, пока не будет подписано соглашение с ЕС об ассоциации. Мы требуем отставки правительства и отмены его решения о приостановке евроинтеграции». Накануне участники акции предприняли несколько попыток штурма здания правительства. Пострадали как минимум двое сотрудников милиции. Возбуждено уголовное дело. Лидеры оппозиции объявили, если президент Янукович не подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, то они будут добиваться его импичмента за государственную измену. «Мы собираемся полететь в Вильнюс и передать просьбу, чтобы Европа оставила открытыми двери для украинского государства, которое займет достойное место в Европейском Союзе». Перед собравшимися также выступила дочь, находящаяся в заключении Юлия Тимошенко, Евгения, которая зачитала участникам митинга обращение экс-премьера. «Нужно заставить их подписать наше соглашение 29 ноября. И именно в Вильнюсе. Иначе они его не подпишут никогда». Многотысячные митинги за евроинтеграцию Украины заставили вспомнить о событиях девятилетней давности – оранжевой революции 2004 года. Политики и эксперты проводят сравнения и делают прогнозы на будущее, пытаясь определить, насколько опасна, да и опасна ли вообще нынешняя ситуация для власти. Большинство наблюдателей полагают, события грядущих дней не станут копией Майдана 2004. На это есть несколько причин, утверждают эксперты. Во-первых, большинство людей не жаждут новых потрясений. Во-вторых, лидеры оппозиции разобщены едва ли способны стать единой командой. В-третьих, многих киевлян смущает присутствие в толпе радикалов из ультранационалистической партии «Свобода», привывших из западных регионов. В-четвертых, гипотетический вариант силового отстранения от власти Виктора Януковича может спровоцировать раскол страны. Восточные и южные русскоязычные области едва ли пойдут за еврореволюционерами. И, наконец, уверенные аналитики Янукович и его команда прекрасно понимают – потеряв власть, они имеют все шансы оказаться в тюрьме, сменив там Юлию Тимошенко, а значит, сопротивляться будут отчаянно не в пример 2004 году. Владимир Унанянц, Артевиай. Членов иранской делегации, участвовавших в дискуссиях по ядерному досье в Женеве, на родине встречали как национальных героев. Команду переговорщиков во главе с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране приветствовали сотни ликующих людей. Жители Исламской республики восприняли соглашение с шестеркой международных посредников как победу Ирана. Здесь считают, что на женевских переговорах тегеранским дипломатам удалось отстоять право страны на мирный атом. Напомню, согласно достигнутой договоренности, Исламская республика лишь приостанавливает развитие своей ядерной программы на ближайшие полгода. В ответ международное сообщество обязуется снять часть экономических санкций. После долгих лет давления на Иран, мировые державы наконец были вынуждены признать право нашей страны на обогащение урана. И этим может гордиться любой иранец. «Я пришла сюда, чтобы поприветствовать солдат, воевавших за свою страну и за свой народ. Они ушли на войну и вернулись с победой». Евросоюз уже в декабре может снять часть санкций, действующих в отношении Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, также участвовавший в женевских переговорах. Напомню, в ходе дискуссии именно Париж занял наиболее жесткую позицию в отношении Тегерана. И, как ранее сообщалось, именно по вине французской делегации была сорвана договоренность по итогам предыдущего раунда. Впрочем, теперь в Париже дают положительную оценку в соглашению между Ираном и шестеркой международных посредников. И уже говорят о возможности снятия первого пакета санкций. «Отмена санкций будет выборочной и целенаправленной. Она будет иметь и обратную силу. Процесс начнется в декабре. Облегчение режима санкций будет обсуждаться на встрече глав МИС стран ЕС, который состоится в ближайшее время». Кстати, на соглашение, достигнутое в Женеве между Тегераном и шестеркой международных посредников, уже отреагировали цены на нефть. Стоимость одного барреля черного золота на мировых рынках снизилась более чем на 2 доллара. Стоит отметить, что Иран является четвертой в мире страной по запасам нефти. Израиль одобрил строительство 829 новых домов на западном берегу реки Иордана. Об этом сообщают в правозащитной организации «Шалом Ахшав», которая отслеживает поселенческую деятельность Иерусалима. По данным правозащитников, программа была одобрена в этом месяце специальной комиссией. Ранее организация сообщала, что в будущем власти Израиля планируют построить около 20 тысяч новых домов на западном берегу и 4 тысячи квартир в Восточном Иерусалиме. Отказ от поселенческой деятельности – одно из главных условий палестинской стороны на переговорах по мирному урегулированию. Коротко о других важных международных новостях. Курение убивает. В американском городе Нэшфилл в штате Теннесси владелец бара застрелил посетителя за зажженную в неположенном месте сигарету. Сразу после инцидента хозяин заведения позвонил в полицию и сознался в содеянном. Правда, заявил, что стрелял в целях самообороны. Жертвами снежного шторма, обрушившегося на запад США, стали более 10 человек. Непогода пришла в штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Оклахома и Техас. Причиной гибели людей становились автоаварии, обрушение линий электропередачи и падение деревьев. Снегопады повлияли на транспортное сообщение, на дорогах образовались пробки. Только в аэропорту Далласа отменено несколько сот рейсов. На индонезийском острове Суматара проснулся вулкан Синабунг, крупнейший в стране. Власти повысили статус боевой готовности до самого высокого уровня. В радиусе 5 километров от кратера эвакуированы более 15 тысяч человек. Люди размещены в палаточных лагерях и временных убежищах. Авиакомпании предупреждены об угрозе. Информации о жертвах не поступало. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках не переключайте.